Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем и напоминаем вам сразу телефоны прямого эфира 672-12-939 и 672-13-939. Напоминаю, что сейчас время программы «Личное утро». В «Личном утре» сегодня владелец и капитан Парус Николибова Анатолий Малаканов. Здравствуйте. Доброе утро. Ведут программу Марис Морканс. Наталья Михайлова. И звукорежиссер Евгений Копеин с нами. Да, вы капитан, хочет это выделить. И вы человек, о котором книги пишут. Или вы, как это сказать, вы являетесь постоянным персонажем у одного рижского автора, чьи книги издаются в России. Об этом можно говорить? Ну, да, так получилось. Спросил Марис постовых, сказал об этом. Откуда вы знаете. Ну, ладно. У меня даже интересно. Случай был, что москвич один был в гостях. И он говорит, я летел в Новосибирск. И говорит, я смотрю, какая-то книга лежит. Открываю ее, начинаю читать. И тут до меня доходит, что это книга про тебя. Да, это было для него. Что за книга-то? Расскажите мне. Слава, писатель у нас есть. Слава Солдатенков. Он пишет замечательные, вообще ироничные такие книги. Да, слава, сам и знаю, конечно. Он и сценарист, и фильмы снимает. Да, мы с ним дружим. Он и Барт. Он со мной путешествует на острова. И вы Барт? Я нет, я почитатель. Ну, то есть, у меня уже такая команда собрана на парусники, интересная, с которой мы путешествуем. Вот начало сезона, конец сезона мы отмечаем на каких-то островах. То есть, у нас и гитары, и скрипки, и прекрасные голоса. Ну, он, правда, хоть правду пишет, или как? Можно верить в Славе Солдатенков? Ну, честно говоря, это мои истории, мои жизни. Слава, конечно, их немножко так вот... По-писательски распушил. Да, да, что-то там, потому что у него что ни слова, просто слезы наворачиваются. В целом, конечно, это практически правда. Да, я могу сказать, что там фигурирует персонаж или вот человек под таким именем Капитан Толик М. Ну, да, он мне попросил, можно ли Малаканов написать. Я говорю, Слав, не надо. Ну, уже поздно. Да. Хорошо, все. Капитаном Парасникова вы давно стали? Идея у меня уже возникла давно о строительстве, но она как-то летала в воздухе, и здесь представился, наверное, уже 2005 год, случай в жизни. Это, наверное, мне кажется, у каждого человека есть какой-то момент в жизни, когда вот есть какая-то удача, мысль, идея, и надо хватать ее за хвост и что-то делать. Вот, схватил, получилось, и идея... То есть вы его сами построили? Да. Давайте расскажем нашим радиослушателям, о каком судне мы говорим. Может быть, кто-то видел, а кто-то не знает. Это судно 17 века, голландский корабль с открытой палубой. Моряк стоит за штурвалом, да? Да. Капитан стоит, да? Ну, у нас команда... Парусник. У нас вахты, мы идем, когда на дальние какие-то расстояния или в Польшу, или в Таллин, у нас ребята стоят по два часа вахты. Я игнорировал сначала полностью автопилот на паруснике, то есть я сказал, вахты обязательно, человек должен стоять на штурвале, чувствовать ветер, следить за парусами. Ну, сейчас уже начинаю сдаваться потихонечку, потому что ребята, ну, они молодцы, делают немножко ошибки, устают, шторма, и хочется уже иногда автопилот все-таки поставить, чтобы галсы меньше делать. Автопилот лучше, он надежнее, чем человек? Ну, человеческий, видите, в море держать курс, особенно, когда шторм, очень трудно. И автопилот все-таки выручает, ну, современная навигация и такие вот... А можно доверять автопилоту в шторм? Вы знаете, доверять можно только человеку. Все-таки, да, потому что следить всегда надо за всем, потому что техника ломается. Радары, как у меня мой когда-то капитан учил, что самый лучший радар – это глаза. То есть ты всегда должен следить за горизонтом. Короче, получается так, что автопилот следит за человеком, а человек следит за автопилотом. Ну, автопилот помогает. Да, а паруса? Если, например, идете под парусом, там уже тогда без автопилота, да? Нет, автопилот можно использовать. Да, просто человек должен постоянно следить за направлением ветра. Ну, то есть на сегодняшний день настолько точные прогнозы, что мы уже, можно сказать, до часа знаем направление изменения, поэтому все под контролем всегда. А у вас парусника, он с одной мачтой или несколько? Это, да, это херен-ягт, голландский стиль из 17 века. Это тогда распространенный был, такое вот строительство пошло без бома, гафельная шхуна как бы она. Все понятно. Гафельная. Да, да, да. Ну, паруса, честно говоря, 4 года я с ними на вы. Да. Да, вот сейчас вот уже точно на ты, я уже чувствую очень хорошо парусник, я знаю, какие направления, углы, что делать, как себя вести, чтобы парусник правильно себя вел в море. Поэтому... Анатолий, ну вот до того, как у вас появилась мечта парусники, у вас вообще как-то жизнь была связана там с водой, с морем, с управлением судами? Да, да. Я рыбак, я до сих пор рыбак. У меня есть товарищ... Рыбак в смысле профессиональном таком рыбак? Профессиональном, да. У меня есть маленькая контора, фирма в Лепой. То есть вы ловите промышленным образом рыбу? Да, мы с сетями ловим рыбу. А что вы ловите? Салаку? Треску. Треска камбала. А салаку почему не ловите? Ну, салака, когда она нерестит, идет по весне, тоже ловим. Мы ловим все, все, что можно продрать. Все, что поймать. Да. И тюлени. И тюлени, это, конечно... Они, конечно, веселые, смешные, но они наши не очень хорошие друзья. Потому что у них рестораны шикарные. Они следят за нами, где мы ставим сети, ныряют. То есть им ловить не надо больше. Им надо найти наши сети. Они такие пираты, да? Бандиты. Всплывают толстые пузыри такие. В лапах треска, которую только что вытащил, сорвал с кусками наших сетей. Таите, таите. На вашу таите, да? И смотришь на него и думаешь, веслом бы тебя. И вы моряком, когда закончили школу, в армии, наверное, да? Ну, у меня была такая судьба, что и военно-морская школа. Потом Латвия отсоединилась. Я благополучно удрал оттуда. И дальше... Оттуда это откуда? Из военно-морской школы, да. А где она была? Это советская была. Я понимаю, где в какую... Это в Лепе была. Ясно. После этого жизнь, знаете, кидала. Как и всех, наверное. Но она все равно была связана с морем, да? Меня притянуло в 96-м году к морю. Я там стал штурманом. Потом, благодаря, спасибо капитану, что он пил капитаном. Вот. И так пошло и поехало. И дальше уже я смотрел, как ребята работают. Вот эта идея... То есть, слава себе, откуда эту информацию взял. Это мы же сидели с бардами. И я просто вот после Рома рассказал эту историю. Как мы лодку шестиметровую перегоняли с Бархольма. Как мы там тонули. Мы по-настоящему тонули. И уже на выживание у меня надежды уже практически не было. И в этот момент ночью появилось это судно какое-то с прожектором, которое у нас Майдель запрашивало. Но я знал, что если нас возьмут, то есть кредиты и все остальное, и залоги, это все рухнет. Почему? Ну, кредит брали под покупку вот этого прибережника, то, что мы гнали. А все заложено в банки. И это подвезти людей. Это чужое имущество было. Поэтому бороться до последнего. То есть, если бы они вас взяли, то это пропало бы? Она бы утонула. Она бы ушла на дно. Конечно. И поэтому вы не просили. Ничего. Мы просто стояли и черпали ведрами воду до последнего. И вытянули. Как бы шторм притих. И потом еще мы все-таки завелись. Получилось двигатели завести. И дальше уже через не знаю сколько времени у нас появилось судно на горизонте. И нас они помогли. Механик к нам перелез. Это рыбаки были латвийские. Это шведских водок было. И они нас починили. И как бы все пошло дальше хорошо. Напомню, что у нас в гостях владелец капитан Парус Николибова Анатолий Малаканов. Вы можете нам звонить по телефону 672-12-939. 672-13-939. Это программа «Личное утро». А также можно нам писать в нашем видеочате на портале Mix News LV. Там идет прямая видеотрансляция. И можете задать вопрос какой-то свой. Вот здесь скинули нам ссылку на YouTube. Рекламный видеоклип о Паруснике. Я не знаю. Ну, наверное. Но сейчас не будем смотреть. Да, да, да. Все-таки в перерыве посмотрим. Да. И вот ваше судно, которое вы строили, как это возникла идея? И чем она связана? Можно же ловить треску, зарабатывать деньги. Это 2005 год, я так помню. Он такой довольно хороший был год. Да. Богатый. У нас государство шло в гору. Все мы там видели, что жизнь начинает больше петь. Это история успеха началась? Да. А на 2008 она кончилась, как раз, когда я построил. В общем, как в море. В море, когда ты сидишь с 6 утра до 12 ночи, ты ловишь эту рыбу. У тебя каждый день одно и то же. Каждый день. И бывает, проходят мимо тебя парусники, где счастливые люди. Хохочем. Во в белом. Развиваются шарфики у женщин. У них улыбки, там дамы. Беззаботные. И ты смотришь на них с этого маленького своего островка, тюрьмы с этой, и думаешь, как они прекрасно живут. А в море это уже дом второй. Потому что прожив уже 20 лет в море, ты понимаешь, что без него уже трудно. И на берегу-то у меня нет нормальной профессии. А море оно и кормит, и море оно и дает многое в жизни положительного. Ну и потом вы все знаете. Это свобода, я скажу, море. Все под рукой, все свое, родное. Ну вот и после этого я как бы понял, что я хочу стать таким счастливым человеком. Как на паруснике. Как на паруснике, да. Я искал историю, какие парусники строились в Курляндии. Вот нарыл, что был такой герцог Екобс Курлянский из семейства Кетлеров. У него были три верфи, Кулы, Гелепы и Венсполсе. И он был довольно-таки успешный строитель. Правда, корабли он называл смешные. Там три кильки, крокодил, я не знаю, откуда он это брал все. Ну, во всяком случае, мы все-таки с напарником, вот, по рыболовству, думали об этом, как назовем свой парусник, и все-таки решили старое название города Лепы взять. Да. И Лебава как-то звучит. А сколько вы его строили? В три года, да, получается? Два года. Два года. Два года и не в Латвии. Нет, это в Карелии. У нас нету верфи. У нас есть вот один человек, я неделю назад с ним познакомился, который викинги построил. Я шляпу перед ним снимаю, я смотрел на эти викинги, как он сделал это все в XIII век. Идеально просто. С точки зрения, я уже, когда я вижу деревянный корабль, я уже вижу детали, где правильно сделано, где неправильно, где я бы переделал. У меня уже глаз на это уже наметно стал. Почему в Карелии? Как на Карелию? Это, ну, там, традиционно? Я просто не очень, скажем, знаю, где строят парусники. Интересно, что они самые первые парусники, которые построили. То есть, с Петром Первым? Кто? Строили. Нет, они с 1991 года, вот эта организация, там тоже пять человек собрались. Они, бывшие строители, строили военные деревянные корабли. Компания развалилась, и они решили, давайте попробуем строить исторические корабли. И они построили с собой первый парусник. И самое интересное, что этот первый парусник находится на Карибах, и он снялся во всех трех сериях «Пираты Карибского моря». С гербом России? Да. И вот в третьей части, да, в конце, удивительно, что никто не замечает, я тоже, правда, не замечал, мне подсказали, что Джеку Воробью, дамы легкого поведения, бьют по физиономии на фоне герба России. Я посмотрел это, это точно. Потому что надо присмотреть, правда, что... Карелия. Да, ну и, конечно, все парусники, конечно, разные. То есть у нас своя идея, своя история, и у нас удалось... Чертижи нужно было найти. А сколько нужно денег, чтобы построить парусник? Вдруг мы с Марисом тоже решим. Я буду капитаном. Мне кажется, в этом денег много. Ну, цифра какая? Скольки значные? Ну, я так где-то прикидывал, где-то около уже до... под 500 тысяч евро у меня все примерно вышло. Ага, миллиона где-то, да? Да. И это свои деньги вложены, это кредиты. Понятно, да. Вообще, это, честно говоря, авантюра была с моей стороны большая. И спасибо моей жене, что она... Поняла. Очень сильно поняла. И я у ней, наверное, так, чем бы дитя не тешилось, лишь бы, сами знаете... Но вы сейчас вот об этом говорите с тревогой, или вот все-таки вы довольны, что это авантюра произошла? Нет, вы что... Мне показалось. У меня столько сейчас друзей, столько приключений, жизнь... Вот я вам скажу, вот у меня есть друзья, парусник Штандарт, там Артусь Владимир построил этот фрегат большой, и у них есть девиз. Жизнь такая, какой мы ее делаем. И вот этот девиз, вот он все для человека. Поэтому я в свое время сделал... Да, я вот тоже хочу придумать все время девиз для Лебавы, но уже 8 лет, и я как-то мучаюсь. Идеи всякие приходят. Ну, вот этот девиз, он как бы очень шикарный. Он всю суть человека, который что-то хочет добиться, вносит. Поэтому мне очень нравится он. Ну, то есть вы, в принципе, построив парусник, вот вы стали тем человеком с парусника, вот этим беззаботным, там, в белых одеяниях. 40 женщин на... Вот тем, на кого вы смотрели, да. Да, спасибо, Славик. Но я скажу так, что трудности, они были очень большие. И иногда мне кажется, что я бы, наверное, эти камни были подводные, столько по дороге. Я думал, ну, просто мы не дотянем и не вытянем. Потому что затеять это без такого бюджета. И когда ты сталкиваешься каждый раз с новой проблемой, это большие проблемы были, потому что мы там двигатель как доставали, балласт. Вообще балласт на паруснике лежит с рыболовецких кораблей, которые порезала Европа. По-моему, с 10 кораблей где-то. То есть я собирал балласты, чугунные чушки такие, и вот складывал их там. Судно режется, к ребятам подошел, там, купил, подарили, дали, отнес, положил, почистил. И набрал 9 тонн этого балласта, который потом в Карелию отправил. А сейчас еще режут корабли? Это были квоты, когда хозяевам было легче свое судно получить компенсацию в 400 тысяч и зарезать. Зарезать. Ну, примерно так было, да. Ну, уже всех зарезали. Осталось мало. Единицы и... Ну, там тоже, знаешь, когда человеку уже где-то 60 лет, у него два корабля, вести это хозяйство, это очень трудное мероприятие. И получить там за два корабля 800 тысяч и уехать куда-нибудь счастливую на какой-то остров, ну, многие так и сделали. Анатолий, ну, вот все-таки насчет человека в белом шарфе я аж хочу узнать. Вы сейчас ощущаете, я понимаю, что было много трудностей, были кредиты, были там какие-то другие преграды и так далее, но вы вот все это преодолели, сейчас вы капитан, владелец парусника прекрасного и так далее. Вы сейчас чувствуете себя этим человеком? Близко. Почему? Ну, близко, ну, вот все уже как бы. Мое вот такое вот последнее... Чего не хватает? Не хватает большого путешествия. Балтику я все обошел. Все странные были, все интересно. Ну, хочется, наконец, в океан выйти. И решение такое, отдадим кредиты, подготовлю к жену, и чтобы на год уйти на Кубу. Подготовить жену каким образом нужно? На год. В моральном смысле? В моральном смысле, да. Я думала, может быть, снарядить ее с собой? Нет. А почему не с собой? Она очень не любит качку. Она ее в трамвае укачивает. И мне это, конечно, повезло в этом. Жена послушает, надеюсь. Так, может, девиз нужно сделать Куба рядом? Владельца капитан парусника, либо у Анатолия Малаканова на студии, да. Девиз корабля Куба рядом? Куба, ну, может быть. Звоните нам, пожалуйста, у нас телефоны прямого эфира, 672-12-939, 672-13-939. Наверняка среди наших слушателей есть люди, которые, ну, хотя бы мечтали, если не построить, то, ну, может быть, просто купить себе парусник. Вот. А если бы вам сейчас его предложили продать, вы бы его продали? Мне предлагали. Нет. Зачем? Не продается. Ну, мало ли, люди строят и продают. Я поэтому спрашиваю. Может, вы еще построите? Строить – это тоже процесс интересный. Но жить этой жизнью – это дорого стоит. И поэтому, знаете, сколько этой жизни? Сейчас хочется жить сегодня. Потому что завтра не знаешь, что будет и как будет. А сегодня я знаю, что у меня 30-го числа выход на остров «Фабрику». И у меня будет приключения, путешествия, друзья. Сейчас у меня, конечно, работы тоже есть. Там всякие корпоративы, свадьбы, день рождения. Ну, а вы первое. Вот когда вы получили, так сказать, своего красавца. Да. Окончательно все. Вот первое путешествие куда было? Ну, такое. Домой, да. Ну, кроме. Кроме. Вот потом, да. Потом Польша, Гданьск. Это для себя реконструкция, да? Это вы для себя путешествовали? Или вы сразу стали этим зарабатывать? И такое коммерческое? Ну, парусник содержать надо. Понимаете? А для себя получилось попутешествовать? Ну, это всегда все объединяет. Потому что ты путешествуешь, конечно, это новые люди. Тебе какие-то надо выполнять условия. Но в целом все равно ты знакомишься с людьми. Путешествуешь, машешь рыбакам, ха-ха. Рыбаки сидят и думают, как я хочу быть таким беззаботным человеком, который машет мне с яхтой. Вот. Это вот и есть то, что я хотел в своей жизни. Потому что я совместил эту работу с хобби, с тем, что мне очень нравится. Потому что паруса по-настоящему... Я просто советую любому человеку просто даже нанять какую-то яхту. К нам прийти в гости. У нас прогулки... Уже в этом году мы закрылись. Да, мы уже закрываемся. На следующий год у нас по билетам будут прогулки. И выйти в море. Это же... Это такое вот... Какое-то море чистит, я скажу честно. Духовно чистит. И мне это вот больше всего нравится. Потому что вот как-то... Я вот всегда, когда ухожу в море, все эти проблемы земные, они как-то все остаются на берегу. Чистота какая-то получается. И простор. Ну, разные есть любители, знаете ли. Некоторых море чистят в буквальном смысле. Да. Ну, может быть. Кто качку не переносит, я имею в виду. Нет, я за этим очень сильно слежу. Поэтому... То есть, если в заливе у нас есть какая-то волна, я стараюсь прогулку совершить больше по Аллайлупа. Чтобы не укачало. Ну, то есть... Я понимаю, что люди разные. И надо всегда смотреть ситуации. А вы уже продумывали путешествие свое? Или это у вас сразу кругосветка? И тогда как? Через что? Через какие порты? Вот про Кубу, да. Ну, имеется в виду ваша большая мечта, вот эта, которую вы хотите осуществить, допустим. Ну, понимаете, вот жизнь, она интересна тем, что когда ты мечтаешь, ты строишь какой-то план в жизни. У меня был план построить парусник. Я его осуществил. У меня был план путешествовать, жить этой жизнью. Я живу на паруснике сейчас. И это все есть. Полгода, да. Да, полгода. Сейчас появляется мечта сходить в такое путешествие по местам Герцка Якоба, это на Табагу, Куба. И сделать где-то год такого похода. И вот ради этого начинаешь дальше уже. То есть тебя уже начинает теркать, ты уже начинаешь постоянно об этом думать, мечтать, решать, как это сделать. И этим жизнь становится насыщенней, как раз еще неинтересней. Поэтому я уже стремлюсь к этому теперь. — А команда ваша, вот есть те люди, которые сейчас собираются, уже так мысленно на Кубе, это тоже моряки? Или это те, которые очаровались вами, вашим судьбом? — Ну, это такие же авантюристы. Это и владельцы фирм, это просто простые люди, врачи, художники. У меня есть и художники в команде, есть ребята, которые... У нас даже вот в команде кто-то по электричеству занимается, кто-то вот по дереву мастер занимается. Один я там дурака валяю, можно сказать, на сегодняшний день. И мы, сообща все, поддерживаем наш парусник и на нем путешествуем. И, конечно же, мы все мечтаем отправиться. Но у нас будет такая возможность, что мы на какие-то этапы хотим брать гостей. То есть это можно взять, купить такой билетик. — До Англии потом. — С точки А до точки Б. Голландия, Франция, Португалия. Много кто впереди еще. — Да, вот я знаю, что это судно, как бы оно не выглядело таким мощным, крепким, из дерева, но у него есть срок годности. И, по-моему, 30 лет, да? — Ну, все зависит от содержания. Дерево, вот я сейчас начинаю по дереву очень много понимать, что дерево – это как губка. Его надо постоянно насыщать, насыщать маслами, грунтами. То есть его надо делать все, чтобы до него не добралась вода. — Причем, говоря на то, что оно в воде. — В воде круглые сутки. — Ну, в доки поднимаем, зачищаем, грунтуем, красим. Потом, если проверяем постоянно содержание, то есть в каком состоянии дерево находится, если мы видим какие-то проблемы, просто можно поменять и все. Доску всегда можно поменять. Это не проблема. Конечно, для этого нужен человек профессиональный. И мы уже таких людей находим, кто это может делать. У нас и наш член команды, Раймис Калненч, он молодец, он так уже знает, что с деревом как с деревом на «ты» обращаться. Поэтому это не проблема по-настоящему. — А какие-то технические характеристики вашего судна? Вот длина его 16,5 метра. — Это палубная, да, 18,8 с бушпритом. — А вот скорость, не знаю, там, паруса? — Паруса мы в этом году пошили новые и добавили еще брифок новой парусы. У нас сейчас 150 квадратов и под двигателем у нас скорость 6,5 узла, а под парусами у нас 8,5 на бакштаке. — А сильно отличается, когда тяга от парусов и от винта? — Ну, под парусами чуть менее послушный он. Под двигателем более послушный. — Надевайте наушники, у нас есть звонок. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — У меня вопросов не так много. Наверное, один главный вопрос — как попасть на этот парусник? Я был в Лепе и как бы стоял около этого судна, вот не знал просто как туда попасть, а в целом он производит такое, ну, гигантское трепетное — Вы его видели, да? — Да, то есть я был в Лепе и подошел к этому паруснику, глазам своим не появилось, что в Латвии такое возможно, а вот постоял, пофоткался, думал, блин, вот как туда попасть? И не нашел никакой информации нигде. Начал искать в интернате, нарвался на клип, который россияне про этот парусник сделали. Ну, не может быть, чтобы в Латвии вообще такое было. То есть вот плохо, что в Латвии вот такой вот один фанатик есть. Если бы их было штук 10-20, как в Голландии, вот было бы какая-то гордость со страном. Жалко, что такой мужичок один. — Гордиться. — Да, сейчас можно гордиться. — Спасибо. — А он единственный в Прибалтике, да? — Ну, я повторюсь. — В Эстонии нет, да? — Ну, я вошел в исторический клуб Эстонии, потому что у них 15 парусников есть, и когда они нас увидели, они сказали, Толик, ну, что ты один, давай-ка к нам, к нашу команду, и они помогают, то есть не только словами, а делами. И мы часто ходим сейчас в Таллин на реконструкции на Дни моря. Вот. Ну, и спасибо, конечно, человеку. Очень приятно, когда оценивают все-таки труд, понимают, как это было и что это есть. И нас можно найти в Юрумле. Мы стоим по адресу Викингу 82, и мы будем, ну, в этом году, извините, уже мы будем уходить сейчас в Лепую. На следующий год мы будем там же стоять, и у нас будут прогулки, и по билетам можно попасть, потому что много людей звонят, и, то есть, корабль полностью снять дороговато, а по билетам это все-таки можно приехать. То есть интересуют такие экскурсии, да? Да, да. Как бы пошло вот это полосочка. А что там про клипы вот расскажите? У вас какие-то съемки происходили? Вот что человек сказал? Клип по сиянии снимали. Какие-то артисты снимали у вас? Ну, у нас непутевые заметки были. Так. Потом у нас был... Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым? Да. Вы с ним куда-то ходили? Или так, на месте? Мы прогулку делали, по Юрмале, да. То есть мы у нас... А, это вот когда он про Юрмалу снимал, да? Да. И потом они начали с Парусника. Приятные очень люди. Было с ними очень интересно поработать. Потом у нас был Ясь против еды. Этот сумасшедший мужик, который Язя поймал. Он точно сумасшедший, честно. Он так и кричит вот так. Он просто... Кричит Ясь, да? Он всю дорогу кричал. Потом Дженни Мэй и Роберто Мелани у нас сняли клип. Вот. Ну, был у нас и Боря Моисеев. Да. Да. У него там на 60-летие как бы он был на паруснике и рассказывал свою жизнь. Ну, каждому свою, конечно. И у нас матрос там пока я не знаю о чем он думал. Он не те концы отдал и гафелем чуть не прибил Борю Моисеева. Слава Богу, что все обошлось. А как Боря отреагировал? А никак. Он, мне кажется, уже такой уставший человек. В себе. Да. Ну, вот так посмотрел. То есть он не заметил упавший гафель? Он заметил так, посмотрел так, типа, а Бог с ним и пошел. Да. Бог с ним, с этим гафелем. Он святой уже. Да. Так что, нет, очень много. Вот именно Виторган у нас постоянный гость. Это вот семья Виторганов, она, конечно, интересная. Каждый раз что-то новое. Артисты, которых они привозят, они часто у нас на паруснике бывают. Ну, а как себя люди ведут? Как они себя ощущают на таком корабле? Они меняются как-то, да, когда поднимаются на полу? Детьми становятся. Детьми? Конечно, да. Особенно, ну, то есть у меня команда, у нас закон, команда никогда не пьет в море. Да. Вот. Ну, а гостям как бы даже положено. Поэтому все там ром, песни у нас, да, подборка, хорошая музыка, у меня есть романтика, есть мы выходим в море, поднимаем паруса. Люди наслаждаются, они, то есть поют песни. А команда у вас в какой-то форме исторической? Ну, у нас три иголки есть, у нас есть всегда форма историческая. Мы одеваем в основном, если у нас дети. Но дети это отдельная тема. Потому что, когда я вижу класс, например, ко мне бежит человек 30, я нервно начинаю бежать, искать, где мой какой-то пакет, чтобы завернуть рынду. Потому что каждый подойдет и как даст у нее, у меня звон в голове. Я уже иногда думаю ее снять, просто если появятся дети. А как детей снять после? Ну, в смысле? Детей? с корабля. Ну, обходится по-всякому, но в основном все как бы в порядке. Было, конечно, что от мачты отрывали ребенка. И он маме говорил, мама, я буду здесь жить с дядей, и все. Я не уйду отсюда. Такое тоже бывало. Всякое было. у нас интересное мероприятие мы такие придумали, сделали. Это поход в море с поиском сокровищ. И мы выходим в море. Я детям там сначала, я детям рассказывал, вот этот парусник герцога, якобы, что это, какой он, в каком году был. Я вижу у него глаза такие, он не понимает, о чем я говорю. Я говорю, я пират, я черный пират, мы идем сейчас в море, поймаем акулу, съедим ее, а потом найдем клад. И тогда все, визги, радость, счастье полное. Ну, в общем, я понял, что лучше быть пиратом. Чем герцогом якобы. Чем герцогом, да. Для детей. И у нас поиски сокровищ, мы находим бутылку с картой в море, там стреляем из пушки. И когда мы идем в Лейлупу, у нас там есть необитаемый остров, я вечером закапываю там сундук. Ну, основной это... Накануне. Да. И дети с аниматором отправляются на поиски этого сокровища, с компасом, там ищут, где флинта повесили, там целая карта у нас там. Они должны сами разобраться, где это. Потом шаги. Последний раз, конечно, у меня аниматор лопахнулся хорошенько. От места, где флинта повесили, он отсчитал 10 шагов, ну, видно неправильные. До утра копали. До утра копали остров, да. И выходят дети, я остался на паруснике, и говорят, там капитана требуют. Я думаю, что случилось? Я бегом туда, на остров, прибегаю. Ну, я на 50 сантиметров этот сундук закопал. Я прибегаю, я вижу этих детей, таких скучающих, на бурствере, и вижу, из-под земли земля летит. То есть, я понимаю, что он, наверное, решил дожиться до центра земли. Я говорю, куда ты? Говорит, я не знаю, где клад. Я говорю, я там цветочек даже положил на этом месте, буквально метр не дошел. Ну, всякое бывает. Дети, конечно, для них это, если бы мне такое, кто-то в детстве моем устроил такой праздник. Дети, знаете, разные бывают. Никто не спросил, почему флинта на лелу поповесили? Ни у кого вопросы не возникли. Всякие, всякие вопросы задают. Бывает, просто в ступор ставят и уже не знаешь, что отвечать. Что придумывать? У нас в гостях капитан и владелец парусника Либова Анатолий Малаканов. Если есть вопросы, звоните. 672-12-939, 672-13-939. А история с кронпринцессой шведской Викторией, которая приезжала к нам, она тоже собиралась к вам? Было такое, да. Готовились. Юрмальская дума там. А с чьей стороны инициатива возникла? Юрмальская дума. Юрмальская дума причала там, все подъезды, все там, траву покрасила, все сделала там. Все было просто идеально. Птички пели в нужном ритме. Я был это самое в одежде, в форме, новый трап сделали. В общем, я подготовился на все 100, и стихия подвела нас. А, из-за погоды? Да. Ветер усилился до 15 метров, и я уже понял, что я даже сам буду отказываться, то есть я не хочу негативный. Ну, конечно. Принцесса не валяется. Не хотелось бы, чтобы человеку что-то вот осталось нехорошее. Это осадок, да. Да, осадок какой-то. А жалко как. Хотелось, чтобы впечатление, потому что мы, в первую очередь, это продаем эмоции. То есть человек, когда уходит, я вижу, люди, когда счастливые уходят, когда у них вот душа уже раскрыта, они там благодарят, что это было прекрасно, и два-три часа. Это главное для нас. А когда это? В каком-то году было? Нет, она была несколько... Три года назад, по-моему. Может, в прошлом. На звонок есть, да. Коза прошлого. Еще надевайте наушники, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Своим интересным рассказом вы всколыхнули мои ностальгические детские воспоминания, поскольку в этом поселке я провел свое детство, первые 10 лет. Прекрасно его знаю. Аномальный это участок, там много кинофильмов снимали, так сказать, известные режиссеры, даже в некоторых мне самому как ребенком удалось. Вот. Меня интересует такой вопрос, поскольку я знаю, там до каждого квадратного метра все. Что с Устьем, так сказать? Там вообще оно зарастало, заносилось, его чистили, там воровали деньги, так сказать, юморская дума. Сейчас какие-то планы. Вот не нарушат ли ваши планы то, что все это там как бы будет мель? Спасибо. Могу ответить, да. Все в порядке. Уже, по-моему, уже 4 года, как выделены деньги, и каждый май, нет, точнее, каждый апрель приходит техника, да, и углубляет фарватер. Потом его каждый год заносит. Каждый год. То есть его каждый год надо углублять. И раньше не было даже ни фарватера, ни буев фарватерных. На сегодняшний день Юрмальская дума и поставила и буи, и углубляет, и плюс уже даже для гостей, у нас же не было никогда места для гостей, куда в Юрмалу можно было прийти на яхте. Ну, посторонним людям. Ну, в смысле, там, шведам, эстонцам, литовцам, нашим друзьям. На сегодняшний день они молодцы, они делают яхт-клуб новый для гостей, где, конечно, коммуникации, все есть. И душевые, и стиральные машины, и баня там даже. То есть электричество, вода, все есть для того, чтобы человек мог прийти на яхте, яхту поставить. И в Риге делают, да? В Риге есть. На Кипселе сейчас же построили. На Кипселе есть, да. Ну, вот и Юрмале появился, наконец-то. А вы попадали со своим этим парусником в серьезные ситуации в море? Да. И не раз, конечно. Самое такое было запоминающееся, конечно, когда у меня даже парус взорвался. Было 22 метра, порывы там больше, по-моему, даже было. И кливер убрать не мог, и у меня крен был настолько большой, да, что пушка одна, 130 килограмм, улетела за борт. Ого. Да. Ну, там я борт привязал, и практически, ну, крен был такой сильный, что вот боковые иллюминаторы, вот эти, которые в окна у меня, они все под воду уходили. Так что, всякое бывало. Ну, любого, а стоимость очень хорошая. в это время на судне? Команда только, или кто-то из пассажиров? Нет, нет, нет. Это я на большие походы, куда-то переходы, посторонних не беру, потому что это ответственность, люди должны знать правила, знать, потому что люди очень, ну, к морю относятся так, знаете, море не любит ни пьяных, ни дураков, я считаю. Оно-то и так и есть. Наказывает, да? Конечно, конечно. Потому что в случае тонет все, поэтому в случае чего человек должен точно знать все правила, что нужно выполнить. Человек упал в воду, что ты должен сделать? Вот у нас была яхта в Юрмале, на которую капитан один, профессионал, вышел с гостями, и он упал сам за борт. И эти гости ничего не смогли сделать, он утонул. Поэтому... А что он должен сделать? А? А что должен сделать капитан? Нет. Кто-то должен был быть. Как спасать? Какие действия? Вы говорите, вот человек упал за борт, он должен знать, что он должен делать. А что он должен делать? Нет, те, кто на корабле. Те на корабле кто? Те, кто упал в воду, он должен как можно стараться на одном месте остаться и показать сигнал, где он находится. А люди должны сделать правильный разоворот, быстро убрать паруса и подойти на моторе к этому человеку, чтобы спасти его и подготовить, конечно, спасательные средства для этого. Они потеряли. Они даже развернуть не смогли. Они ничего не знали, что делать. Как завести двигатель, как паруса убрать. Поэтому вот такая ситуация. Но у вас никто не падал за борт? Нет, слава богу. У меня... Вот единственное, были как раз пьяные, у меня были Норвеги, которые всю дорогу вот уже при подходе в порт порывались прыгнуть, покупаться. Да. И вот один Норвег просто вот при швартовке, понимаете, швартовка, это работа винтом. И он в этот момент с веселым криком прыгает в воду. То есть я вырубаю всё, то есть машина стоп, я работать не могу, у меня дрейф, парусник наносит на другие яхты, а делать я ничего не могу, потому что он где-то... Человек заболевал. Да, он где-то возле винта, то есть я хватаю сразу круг спасательный, я бегу к борту, то есть я делаю действия, которые должен сделать, но я понимаю, что другие яхты пострадают, но я не могу, в первую очередь, приоритет этот человек. Вы ему сказали что-нибудь после этого? А чё ему скажешь? Ну, пьяный дурак, чё ему скажешь? Ну вот это. Я с ним просто не общался, и всё. Мы не перестали разговаривать с ним. А эти реконструкции, в которых вы участвуете, вот подобных судов, сколько в Европе, как ваше? Вы в Польшу ходили? Реплики 17 века у нас, можно сказать, три, которые я знаю по Балтике. Это Гетенбург, это самый лучший, он был у нас, который, надеюсь, правильно его произнес. Потом у нас штандарт, и мы, всё. А история вашей дружбы с капитаном или с командой Крузенштерна, это вы с ними дружите, или вы как матрос с ними участвовали в пути? Мы подружились с Михаилом Новиковым, с капитаном, это в Гданьске было, и потом мы встретились в Сталине, он к нам приходил, он к себе приглашал, я ездил в Калининград, к нему в гости, и на пару, на Крузенштерне ночевал, и наша команда, решила сделать такой сюрприз для Крузенштерна, мы отливаем для Крузенштерна такие накладки на княхты из бронзы, у нас Райми Скалнедж, наш член команды, придумал дизайн, мы показали это всё Новикову, отлили, ему очень идея понравилась, и они установят на Крузенштерне вот эти вот накладки из бронзы, это будет наш такой вклад, потому что мы всё-таки любим и уважаем Крузенштерн, это для нас самый такой могучий, ему 90 лет, кстати, в этом году исполнилось, он в 26-м году построен, поэтому, когда видишь паруса Крузенштерна на горизонте, это восхищает. Ну что, нам пора заканчивать, спасибо большое, у нас в гостях был сегодня владелец капитан Парусника Либова Анатолий Малаканов. Спасибо всем, хорошего дня, берегите себя и своих близких.